В эфире «Особое мнение» у микрофона Дарьи Топузьева. В гостях у меня сегодня лауреат премии «Грина» писатель Елена Габова. Елена Васильевна, добрый день! Здравствуйте! Перед тем, как представить мою гостью, мне, наверное, хотелось бы рассказать небольшую историю. В первую очередь, наверное, вам. Просто когда стало известно о том, что лауреатом нынешней премии «Грина» будете вы, коллеги меня спросили, так как я сама родилась и выросла в Сосногорске. Для слушателей это центральная часть республики Коми. Ребята меня спросили вроде, Даш, ты знаешь писательницу Елену Габову? Я прикинула, думаю, ну да, имя, фамилия, мне знакомо, головой махнула, говорю, да, знакомо. А потом, когда начала уже готовиться к эфиру, начала смотреть произведения и поняла, что я не просто знакома с вами, как с писателем, я буквально росла на ваших книгах, зачитывала до дыры вареную сосульку и грешуни на планете лохматиков, поэтому я сегодня, можно сказать, буду выступать эдакой ходячей вам рекламой, как человека, который в детстве читал ваши книги и сейчас вот с удовольствием, можно сказать, общается с одним из любимых авторов. Спасибо. Вот так вот, Елена Васильевна, хотела рассказать пару слов о вас сама, но теперь, думаю, возможно, вы расскажете о себе то, что вы хотели бы, чтобы кировский слушатель узнал о вас. Ну, кроме того, что вы родились в Сыктывкаре, закончили сценарный факультет в ГИКа, то есть какие вот вехи вашей биографии вам хотелось бы донести до кировских читателей, слушателей? Ну, во-первых, мы соседи. И мне очень приятно, что я на Вятской земле. Вятская земля очень литературная. И для меня, честно говоря, было шоком, когда я в свое время узнал, что Александр Грин родился вот здесь, на Вятской земле, потому что Грин для меня — это небожитель. Инопланетянин. Он написал такую книжку, какую книгу ни один писатель в мире не написал. Я говорю о Баллах-Крусах, конечно, хотя все его творчество замечательно. И я потом стала думать, как же так? Он родился в лесном краю. Лес. Больших рек даже нету. Это что, морей? Да. А мы влюбляемся в море из его книг. Как так получилось? Ну, ответ оказался простым. Очень простым. И я думаю, что слушатели тоже догадаются. Просто о Саше Гриневскому попался Жюль Верн, «Где плещется море». В книгах которого плещется море. Видимо, на мечтательную натуру мальчика вот эти вот книги так легли, что он поставил себе задачу, во-первых, видеть в море, жить в море. Он ведь жил в море, как в Феодосии, да? И писать о нем. И у него море, оно такое разное везде. Оно не только ведь мирное, лучезарное, оно и штормующее, оно и опасное. Но оно всегда прекрасное. Вот это, во-первых. Во-вторых, если сказать о себе, я писать начала со школьных лет. Я, конечно, не знала, что буду писать книжки. Я думала, что пойду в журналистику. Дедушка одобрял. А дедушка был писатель мой. Ну, известный писатель в коме. И когда я бы стала поступать во ВГИК, он даже немножко раздосадован был. Ну, почему не журналистика? Ну, видимо, журналистика для меня неинтересна, потому что надо писать четко, надо писать честно. Надо не сворачивать от истины. Нельзя фантазировать. Нельзя фантазировать. А мне это не присуще. Мне обязательно надо куда-то в сторону отклониться. Надо что-то выдумать. Надо, опять же, если книжки для детей маленьких и сказки, надо какое-то волшебство придумать. В общем, мне в журналистике было бы очень скучно. И то, что я пошла в литературу, то, что я стала писать книжки, это для меня действительно мое. Это мое счастье. Потому что с каждой книгой, своей книгой, открываешь для себя новый мир. С любой книгой открываешь новый мир. С любым писателем. Но когда ты пишешь свою книгу, то ты его строишь сам. Это очень интересно. Так как я закончила сценарный факультет, но живу далеко от киностудий, разумеется, не пишу сценарии. Я пишу книжки. Я пишу книжки для детей. Если мне хочется пошалить, посерничать, я пишу книжки для маленьких. Эти книжки, это книжки веселые. Вот, как говоришь, вы на планете Лохматиковой или там вареная сосулька. Если мне хочется поразмышлять, и это чаще всего бывает, я пишу книги для взрослых детей. То есть для подростков. Меня спрашивают ребята, я часто половина встречу, почему вы выбрали эту тему, почему вы пишете вот так вот, почему вы пишете для нас. И я иногда ответ не всегда отвечаю. Говорю не знаю, потому что ответ он долгий. А если кратко сказать, у меня было очень сложное отрочество, юность. У меня была неблагополучная семья. А когда человеку грустно и когда человеку тяжело, он так все запоминает. Это врезается на всю жизнь. И вот оно и врезалось. То есть вы своими произведениями компенсировали, можно сказать, то, чего вам не хватало где-то в юности, в детстве. Ну, может быть и так, а может быть и раскрывало, что было в детстве. Потому что компенсировать, это значит писать только хорошее. А у меня книжки в основном, ну, вот, там есть грусть. И я когда к ребятам прихожу, когда у меня дети выросли, чтобы не отстать от жизни, я пошла работать воспитательницей в гимназии искусства. Там была одна девочка, которая ходила за мной по пятам, Наташа, очень способная была музыкантом. Это была музыкальная гимназия искусства. И она мне спрашивала, ну, почему мне так грустно? Ну, Елена Васильевна, ну, почему мне так грустно? Вот, Наташка, это же хорошо. Нет, я хочу, чтобы мне было весело. Я хочу, чтобы я смеялась. А вы знаете, обязательно надо, чтобы ребенку было грустно. И обязательно надо, чтобы ребенок оставался один. Конечно, друзья тоже очень важны. Без друзей нельзя в таком возрасте. Но одиночество, оно способствует мышлению. Ребенок начинает думать. Думать. Думать хорошо. И там, там, что пойду, там, я банку пил, выпью или что. Он думает о смысле жизни. Он думает о друзьях. Он думает о родителях. Он думает, можно сказать, глобально. И растет. На грусти растет душа. Поэтому я всех призываю, если меня ребята слушают, ребята, не бойтесь грустить. На грусти растет душа. И это очень здорово. Душа должна расти. Елена Васильевна, вот премия Грина далеко не первая премия, а полагательница которой вы становитесь. Вот у меня, я знаю, что вы международной литературной премии Владислава Крапивина достоили за две свои книги. И в 2008-м стали финалистом национальной детской премии «Заветная мечта за книгу Зануда Дема» в 2007-м году вас вообще признали самым читаемым писателем в коме. Вот премия Грина, когда вы вообще узнали о том, что вам не вручат, особенно учитывая то, как вы относитесь и к автору, какие чувства были? То есть какая-то радость или очередная премия? Это очень сложный вопрос. Почему сложный? Я уже говорила, что к Грину я отношусь как к небожителю. И Аллы Паруса наряду с книгой «Маленький принц» и фраермана «Дикая собака-денка» это любимые книги моего детства. Была радость. Но радость была размыта. Радость была размыта слезами, потому что в этом году мы потеряли сына. Сумма была 36. Он был замечательный оголок. И с его помощью сохранено очень много лесов в Аркангельском области. И мы просто не успели вынести из очередной экспедиции при приступе. Он умер. И вот эта боль совпала с тем, что я узнала. Конечно, оно немножко нейтрализовалось. Конечно, ну капельку она притупилась. Но я думаю, что со временем, оно же все-таки время только лечит, да? Со временем я осознаю, что премия — это сияющая, премия — это алых брусов. Пока что бруса, они всегда со мной были. Всегда. И у меня очень много пикник, в которых символ алых брусов есть. Оно не напрямую говорится. На меня даже одна поясница называется «В ожидании алых брусов». Но когда вот пройдет-пройдет время, да я уже счастлива, что премия Грина вдруг стала и моей тоже. А так она будет светиться. Премия Крапивина тоже очень хорошая. Она мне очень дорога, потому что она первая. И Крапивин, он, мне кажется, он очень любит Грина, потому что в его книжках тоже романтика. Я не признаю книги юношества без романтики. Крапивин романтический писатель, а Грин самый романтический писатель. А романтика для меня все. Ведь и сын у меня был романтиком. Он был бессеребренный, Дон Кихот, он не всегда получал деньги. Он не брал взяток, он ничего не брал. Можно было брать, что вот, скажем, вырубку леса, чтобы он разрешил рубить лес. Он этого не делал. Он даже командировочные не брал, чтобы быть независимым. Он был независимый эксперт фонда дикой природы. То есть, получается, не только ваше произведение, вся жизнь была пронизана некой романтикой вас и вашего сына. А легко вообще сейчас быть детским писателем? То есть, и когда это вообще было проще? Тогда, когда дети зачитывались действительно «Дикая собака» и «Динго» или сейчас, когда и дети, и взрослые выстраиваются за очередной книгой Гарри Поттера? Дело в том, что без разницы. Это мое предназначение. Видимо, выложили свыше это предназначение быть детским писателем. И это было... я их давно пишу. Это же было в советское время тоже писателем для детей. И сейчас. Вам как-то никому должны быть видны эти проблемы? разницы нет. Никакой разницы. Потому что, как сказал вот, быть знаменитым не красивым, не оттымает ввысь. Не надо заводить архивов, над рукописами трястись. Цель творчества – самоотдача. Конечно, у них и не успех. Цель творчества – самоотдача. я отдаю себя. В какое время это будет? Через сто лет будут тоже люди, которые будут писать для детей и не будут думать, что будут гонорары или как воспримут. Они будут себя отдавать, они будут себя выражать. Мне кажется, что время тут не играет роли. Можно ли сказать, что одна из современных тенденций сейчас – это некое стирание границ между детской и взрослой литературой? Есть произведения, которые телепузики на бумаге, а все, что дальше, это уже то, что могут читать и взрослые. Не пропал ли сейчас пласт той литературы для детей, подростков, которая носила еще какой-то дидактический характер? литературой. Дидактика для маленьких необходима. Вот те же самые грыжунины на планете Аллахматикова. Там немножечко дидактики есть, но просто с помощью фантастики дети очень хорошо читают эту книжку. Для подростков дидактика невозможна. Они читать ее не будут. Они ее заметят уже. Да, конечно. И нельзя кривить душой. Надо настолько искренне, настолько писать, чтобы их задело. Если они какую-то фальшь почувствуют, даже в одной строчке они бросят книгу. Потому что подростки особый народ. У них обостренное чувство и справедливости. И ранятся они больнее. У них нет совершенно опыта никакого. Если их предал вдруг это все, это мир рушится. Хотя они может через неделю помирятся, но вот они поссорились, все ужасно. Некоторые на крышу лезут, к сожалению. И случаются такие случаи. Подросток это свой мир. Поэтому надо как-то на грани писать. И ведь не скажешь, как это пишется. Ведь ты не знаешь, как это пишется. Ты просто садишься работе, садишься за компьютер. И оно само, оно пишется из тебя. Ты просто фиксируешь. Мне так кажется, что ты просто фиксируешь ситуации. Ты выдумаешь образы. Вот писательство это это то же актер актер внутри себя. Если мне скажут иди на сцену и изобрази старушку. Например, старушка с клюкой идет уже такая старенькая сгорбленная. Я не смогу, я не умею играть на сцене. Но внутри я четко чувствую, как ведет себя старушка, как она постукивает этой клюкой, как эта клюка спотыкается об камень, как она останавливается, как она озирается и смотрит есть ли там машина или там просит кого-то перевести дорогу. Вот оно вот в этот внутренний мир у писателя он должен быть и он есть. Объемное внутреннее зрение. И даже вот говорят ты наверное наблюдаешь все это видишь. Я не знаю. Мне кажется как все смотрю. то есть у вас нет каких-то специальных методик как что-то наблюдать за подростками какие-то моменты. Это все происходит внутри. Внутри развивая внутри меня развивается какой-то мир. Иногда ты же вспоминаешь свое даже до сих пор. Так как детство у меня было сложное. Кстати у меня мой классный восьмой классе был Сан Санч Католиков известный на всю страну педагог. Потом он ушел в детский дом. Мы с ним очень хорошо ладили, но у нас конфликты были очень интересные. так нить потеряла. То есть давайте мы немного сейчас прервемся на небольшую паузу и после продолжим. Для тех кто только подключился напоминаю в эфире особое мнение у микрофона Дарьи в гостях в гостях у меня сегодня лауреат премии Грина писательница Елена Габова. Мы начали говорить о том каково это быть детским писателем. Вы упомянули своего педагога. Он сыграл какую-то роль в вашей жизни в становлении именно вас как писателя? Сан Саныч не сыграл такую роль чтобы ты сиди и пиши. Он просто очень любил творческих людей а в это время я уже писала стихи и так как я писала стихи я могла покапризничать потому что я так знала что он относится хорошо к тем кто творит если скажем он пересаживал меня с каким-то мальчиком ну знаете модно пересаживать мальчика с девочкой он пересаживал меня скажем с каким-то Околей Иосиповым с хорошим мальчиком но мне не хотелось с ним сидеть и я капризничал я с ним не сяду сядешь нет я с ним не сяду я не хочу ну хорошо мы тебе сейчас проведем парту под окном проведем тебя радио будешь ты в шубе сидеть и учиться хорошо я согласна то есть вот как-то как-то мы с ним очень жили мирно и так как я уже говорила детство у меня было серьезное очень мне просто пел отец очень тяжело мне было жить дома и школа у меня был второй дом и вот Сан Саныч находил меня в каких-то углах потому что я стеснялась брать какую-то помощь зачем как я буду мне стыдно брать помощь от кого от кого бы то ни было он меня подкармливал он покупал мне кефир и булочку вот вот так он мне помогал а кто сыграл роль если насчет учителей мне вообще очень взлом на учителей была учительницей литературы Раиса Илларион Аникиенко вот она сыграла роль потому что я могла прийти к ней в любой момент домой это была небольшая квартира двое детей муж и никогда я не услышала знаешь мне никогда я всегда была в этом доме ожидаемо и когда меня в день рождения не поздравили родные мои ну сама была виновата вот такая любопости как я это делала никто не виноват сама я пришла к ней она накормила меня меня борщом прекрасным слезы капали в тарелку она меня утешала и говорила что я и так же дорога как вот ее мальчишки это было очень здорово то есть для детей доброта это все у меня девочка была в гимназии искусств Лена Зерникова все учителя с ней мучились да она такая оторва да она матерится да она лентяйка да она то сё а когда я пришла я видела эту девочку высокую зеленоглазую тоненькую глаза добрые я в первый день ей сказала Ленка ты такая хорошая и она была со мной хорошей всегда а вам помогает вообще в общении с детьми именно тот факт что вы детский писатель не как статус не то что вы им говорите а вот знаешь я думаю да потому что я чувствую психологию но мне кажется что я сама ребенок до сих пор со мной ему же это трудно потому что я сама веду иногда как подросток подросток иногда ведь ого-го он такой непредсказуемый я просто могу почувствовать когда что нужно сказать и вот эта Ленка никогда не была для меня трудной скажи доброе слово человеку и он справится он будет он захочет показать вот я сказала какая ты хорошая ей хотелось быть со мной всегда хорошей это так просто вот к слову о детях сейчас же очень много идет разговоров о том что вот дети стали такие дети стали сякие и пятое десятое вот они действительно меняются или это все вот эта вот извечная проблема отцов и детей вот вам как человеку который так или иначе проводит много времени с детьми я писала читала человек который остается все равно сам немного ребенком я читала античного автора не помню сейчас кто это который очень ругал молодежь в античное время до нашей эры она крион или кто-то вот такой из тех греческих авторов дети стали хорошие они стали даже может быть лучше потому что они много знают информация у них доступна доступна вот то что нам было недоступно им доступно сейчас и с помощью интернета дети стали лучше просто мы видим плохих детей мы видим тех детей которые ходят за банками пива которые скверно словят которые курят просто обращаем на них внимание конечно они просто ведут себя так а нормальные дети то они просто инормальные ведут себя тихо мне всегда казалось что проблема большинства взрослых в том что они очень быстро забывают о том что они чувствовали когда были детьми то есть взрослые ругают ребенка за какие-то поступки которые он сам же когда-то совершал и ты иногда думаешь ну как ты же делал то же самое и ты помнишь свои чувства когда тебя за это ругали вот детский писатель это просто хороший тонкий психолог или вот действительно как вы говорите человек который сам помнит что он тоже когда-то был ребенком и хорошо помнит что он чувствовал вот это здорово вы заметили то что взрослые забывают что они были такими же а тут вы правы право в том что во-первых ребенок писатель остается детский писатель остается ребенком то есть душа смотрит детскими глазами душа писателя смотрит детскими глазами это раз но и он в то же время психолог а почему психолог он уже набирается опыта он уже опытный человек он уже много пережил и он уже знает как вот ситуация скажем ребенок который уходит из дома или у которого разводятся родители он знает как как он себя чувствует то есть вот знает как психолог И можете ему помочь. Мне ребята пишут, очень много пишут в социальных сетях, в сообщениях, в личку. И пишут, что вот мои книжки помогли разобраться в чем-то. Просто некоторые просто благодарят. Каждый день, практически каждый день я получаю сообщение о том, что кто-то прочитал, благодарит. Кто-то говорит, что вот книжки помогли разобраться. И мамы пишут, я понял своего ребенка, когда прочитала тут вашу книгу или иное. Кто-то задает вопросы. Я отвечаю честно. А чем вообще интересуются? А, да, сейчас, секундочку. Я, когда в школе-то училась, начала рано писать, очень любила Юрия Яковлева. Я написала рассказ и ему послала. Ну, просто рукописный текст. Как я ждала ответа? Вы не представляете, Даша. Ну, вот, бегала к почтовому ящику. Через неделю, через две я наругой ждала ответа. Ответа я не получила. И я дала слово. Я на любую... Ну, я же не знала, что я буду писатель. Но я так вот сказала, что какое бы письмо мне ни пришло, я всегда буду отвечать. И я всегда отвечаю. Каждому человеку, каждому ребенку я отвечаю. А вопросы... Ну, в личках-то они спрашивают так. Вот почему у вас так вот повесть закончилась, скажем. Повесть у меня есть маленькая такая, в ожидании алых парусов. Ну, девочка ждет. Там сочинение задали о современном герое. И девочка написала, что в классе парни, да плохие, пьют пиво, матерятся, спортом не интересуются. Ну, просто назвала мальчишек, какими они есть. И учительница недалекая прочитала это сочинение в классе. Как хорошее сочинение, да. Ну, что же девочка-то получила взамен. Мальчишки-то узнали, что она думает про них. И, конечно, они стали... Она стала изгоем, хотя бы на время. А она ждет, напишет в сочинении, что... А я что? А я верю. Что за мной приплывут алые паруса. И вот ее стали дразнить. Ага, алых парусов ждешь, жаленьких парусов, там рисоночки всякие пустыненькие пошли. А ее любит просто мальчик. Обычный мальчик. Он никакой, он просто... Он трошник. Он неинтересный, но он ее любит. Он какие-то знаки внимания оказывает. Совершенно... Она даже не думает, что знаки внимания. Она просто... Отстань, отстань. Надоела ей. И вот когда он погибает, она понимает. А что? Может быть, это и есть мальчик, который приплыл бы на ней. Вот на пару с ней писалыми парусами. А у нее открываются глаза. И вот ребята меня спрашивают. Почему он погиб? Его сбила машина. Тише, кипенту, да. Да. Его сбила машина. Почему погиб? Ну почему? Мы могли ведь сделать, чтобы он просто ранен был, там, в больнице выстрелил. Вот как-то вот так. А я не знаю, почему она писалась. А ну пишет, они живут сами. Герои живут сами. Точка ставится сама. И не умом. Душой ставится. Вот я чувствую, что надо точку поставить, и все. Да, я могла сделать, что он остался, остался жив. Но ведь трагедии в жизни бывают. Они случаются. И надо, чтобы дети знали это. И чтобы они привыкали к этому. И на встрече я с ребятами говорю. Слушайте, вот если бы он выжил, да? Вы бы через неделю эту книжку забыли. А вы помните о ней как долго. Вы будете помнить очень долго. Потому что трагедия не забывается. То есть трагедийные концы тоже нужны. Хотя у меня их немного. У меня, в общем-то, не просто хэппи-энд. У меня открытые финалы. То есть можно сказать, что читателя всегда где-то ждет сюрприз с одной стороны, потому что нет какой-то такой тенденции. Например, что всегда счастливый конец, что всегда открытый финал или что всегда будет что-то такое, что ты запомнишь потом на долгие годы. Да. Они тоже спрашивают. Вот у меня бывает очень много встреч в коме. В Сыктывкаре. Почему у вас открытый финал? Не знаю. Ребята, так получается. Не знаю. Ну вот там белая чашкурка, скажем, есть такая пояс небольшая. А она девчонка, дочь охотника. Папа начал ее стрелять. А вот мальчишка, которому она нравится, они в лесу вдвоем. И она думает, сейчас я вам покажу, как я стреляю. Я такая мазонка. Сейчас он будет посещаться мной. И она убивает белку. И все. И мальчик ее разлюбил. Потому что он совсем другой. Он не хочет, чтобы убивали животных. Он не хочет. Она говорит, ну ты же или носишь дубленку? Это же тоже убитое животное. Он говорит, ну я их не убивал. А ты убила белку. И вот потом, в конце у меня заканчивается эта вещь. После того, как они уже как-то, вот он охладел к ней. Ну там не только это происходит. Там много чего происходит. Он охладел к ней. И вот она едет опять с отцом на охоту. В лесной избушке. Она видит белку. Она поднимает ружье. И вспоминает, как Юрка говорит, на твое плечо белка не сядет. И мы не знаем, она выстрелила или опустела ружье. А пусть ребята там подумают сами. А вы вообще меняете свои произведения, вот, в угоду каким-то тенденциям, вот, якобы, не знаю, там, меняющимся или действительно меняющимся времени? Нет. Они никогда вот не говорили вам, знаете, вот, Елена, ваши произведения несколько несовременные. То есть, например, там, сейчас себя подростки так не ведут. Я в библиотеках часто бываю. Сейчас мои подростки, они ведут так у меня, как у меня в книгах. Я пока от жизни не отстаю. Когда мне скажут, вот, не читают книги твои, да, тогда я буду писать другое. Потому что я, мне вот, когда я не знала сама, мне сказали, что в библиотеках записываются на мои книги, то есть в очередь становятся. Знаете, очень легко, если я сама, сама ребенок, это Бог вложил в меня, что я ребенок вечный. Я вожу машину, у меня есть компьютер, у меня есть телефон, я езжу за границу, у меня есть все то, что окружает детей. А если я сама ребенок, я могу все представить, я все представляю, я пишу пока, пока пишу точно. Пока пишу точно, вот как вот, пока совпадает. Раз считай, значит, узнают себя. Да, да. Кстати, они только, не только у нас, ребята. Вот меня в Японии переводили, там две книжки моих вышло и несколько рассказов. Я когда спросила у переводчицы, она, одна переводчица японская переводит меня, я спросила, почему же вы меня переводите? Она говорит, ты понимаешь, твои ребята поступают так, как поступили бы наши японские ребята. И это не значит, что я японцев знаю, а это значит, что дети везде одинаковы. Запомните мысль, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Докузлева. В гостях у меня сегодня лауреат премии Герина, детский писатель Елена Габова. Сейчас вы уже упомянули и интернет, и то, что вы работаете много за компьютером. Сейчас всё равно много разговоров идёт о том, что дети ушли в интернет, электронные книги вытесняют, бумажные книги. Для вас вообще, как для писателя, важно, на каком носителе дети будут читать ваши произведения? Не преувеличена ли эта проблема? Вот электронная книга, она у меня всегда с собой в путешествиях, потому что закончишь читать одну вещь, раз — берёшь другую. В электронной книге закачано много. Сама же я люблю, конечно, бумажную книгу. И как ни странно, сколько я с ребятами говорю, и вот в «Эксмо» я печаталась, там проводили анкету, дети говорят, что они любят бумажную книгу больше, а покупают электронную, потому что она дешевле. Вот я по своему опыту тоже знаю, так как книги сейчас стоят недёшево, надо сказать. То есть если раньше ты мог себе позволить купить какую-то книгу, вот наугад пришёл в магазин, посмотрел, там понравилась обложка, понравилась аннотация, то есть купил, ну не понравилась, передарил, или пусть она там дома в библиотеке стоит. То есть сейчас я действую как? Я сначала прочитала электронный вариант. Если книга мне понравилась, тогда да, я схожу, куплю бумажный вариант, чтобы вот он был в коллекции, чтобы потом его уже читать бумажным. Ну то есть и получается, что и подростки сейчас действуют примерно по такому же принципу. Ну я не знаю, как они, может быть у них денег-то и нету, вот покупать бумажный вариант. Я знаю, что скачивают мои книги, очень много скачивают, очень много пиратских сайтов. Я ничего не могу поделать. Я вот пишу, скажем, в Эксмо, вот знаете, вот там вот скачивают. Они мне отвечают. Ну что мы можем сделать? Мы сейчас скажем вот нашему менеджменту, они уберут это, они скажут, что вот закроют. Но точно же появится другой сайт, где будет снова вот эта книга. То есть они, вот эти сайты пиратские, как грибы растут. Ничего с этим не сделают. А то, что ребята, кстати, кстати, электронная книга оказывается вредная. Вот, скажем, в Америке перевели всё на электронику, учебники, всё-всё, а они возвращаются наоборот сейчас опять к бумажным вариантам. То есть мы тоже... То есть это естественный процесс он вернёт? Конечно, естественный. И потом бумага, она ведь воспроизводима. Надо просто по-нормальному сажать леса. Будешь сажать леса, будет бумага всё время. Оно растёт, оно, дерево растёт. Дерево, бумажная книга имеет запах. Она пахнет по-своему. Она как душу имеет. Вот электронную книгу в кровать брать как-то вот... Ну берёшь её, конечно, но не то. Вот бумажная, она со своей душой. Можно перелеснуть странички, посмотреть. Там тоже, конечно, можно перекнопить и тоже вернуться к прежнему варианту. Но что-то не то. Какая-то она бездушная. Какая-то она техническая. Для ознакомления, не для наслаждения. Информационная. А вот бумажная книга, она живая. Я ещё люблю старые книги. Вот я не очень люблю новые, когда вот ещё запах типографской краски какой-то. А вот когда уже такая затёртая книга с каким-то там, где-то что-то ты загибал листочки, помечал. Вот тут есть душа в этом. Вы знаете, мне дарят книжки. В Печоре подарили мне книгу. Грифунина планетия Лохматика. Но она уже такая всеизжёванная. Страницы все... Как будто бы её грызли. Она там изрисована. Уже рисунок стёрт. Но это самый лучший подарок. Потому что видишь, что книги читают. Ну вот упомянули вы пиратство, да? То есть с одной стороны как бы да. А с другой стороны, то есть вам не листит то, что, как вот издатели говорят, они отслеживают это, убирают, но тут же появляются они сейчас. То есть это вы не воспринимаете как некую свою популярность? Я стала просто безразличной. Думаю, ладно, а пусть. Я не думаю, что вот это хорошо или плохо. Я просто об этом не думаю. Быть знаменитым некрасиво. Я просто вот, я даже не придаю значения своей популярности. Я считаю, что это моя работа. Вот работа каменщика, работа журналиста, работа учителя. Какая работа учителя творческая? Какая она ответственная? Вот мне повезло, что учителя у меня хорошие были. Но были и плохие. Я считаю, что это просто мой труд. Это моя профессия. Я стараюсь выполнять её хорошо. То есть я нигде не стараюсь, я стараюсь не врать. Вот она должна быть, искренность такая, что, ну, ну, искренность, ну, такая нота. Но вот она, надо из глубины так брать всё, ничего не скрывать. Ничего. Вот хочешь что-то скрыть? Это получается недосказанность. Ребята хотят всё знать. Вот всё. Вот как вот чувствует героиня, там, когда она влюблена. Или как чувствует мальчик, на которого учитель накричал. Как ему было неудобно перед одноклассниками. А он не смеет ответить криком. А вот надо бы тоже криком ответить учителю. Потому что он неправ. Он накричал на него. То есть это всё чувствуется. Я не могу сказать, что мне много ребят рассказывают. Но у меня же, во-первых, у меня были свои дети. Дети свои. Потом дочь и сын. Их друзья. Потом я пошла работать в гимназию скул с детьми. Потом у меня родились внуки. Потом их ребята. Потом я дружу с интернетовскими моими корреспондентами. Я считаю, что даже не это главное. Когда мне ребята спрашивают, а вот эта повесть как получилась, а вот эта, а вот эта. Вот это где вы взяли. Конечно, фантазий много. Фантазий много. Наблюдений много. Но больше всего всё-таки из головы. Всё-таки из головы. Голова работает больше всего. Оно выдумывается. Оно выдумывается, но должно выдумываться в русле времени. В этом русле. А это русло. Я живу. Я живу в этом времени. Я никуда не деваюсь. Вот по поводу русла времени, да, вот вопрос. Пара минут у нас остаётся. Успеем, наверное, обсудить. По поводу национального компонента. То есть я помню, что раньше, когда мы учились в школе, вот коми-язык, те, кому досталось, кто изучал коми-язык, не очень охотно в этом признавались. Потому что как-то считалось, ну, ну, за как-то, ну, такое. То есть вот тут английский учат, тут немецкий, а тут какой-то коми. У нас, у меня частенько с коллегами, с друзьями возникают споры, потому что я считаю, что если уж так сложилось, что вот у нас многонациональная страна, есть национальные республики, и национальный компонент должен быть в образовательной программе. То есть как мы все живём в России, у нас есть русский язык, соответственно, если ты живёшь в коме, у тебя должен быть коми-язык, и ты должен изучать там литературу коми-писателей. То есть вот вы согласны со мной или действительно это должно быть что-то на выбор по желанию? Да, у нас сейчас очень много споров, потому что времени у ребят не хватает, и тут ещё коми-язык. К коми-язык учить надо, но дело в том, что он трудный, он очень трудный язык. Это финногорская группа, это совсем не то, что вот романский язык, английский, немецкий, испанский, он труднее. Там послеслуги, там 16 падежей, там вообще можно с ума сойти. Поэтому ребятам просто трудно, им надо помогать, им надо просто какие-то аудиозаписи. У них пока что-то только учебники. И хорошо, что вот мой внук, который сейчас закончил 4 класс, у него коми-язык, он обращается ко мне, я язык знаю. Ну, я не могу сказать, что сильно знаю, да, потому что я родилась в городе, я городской человек. Я переводила Тимина, у нас, вы знаете, замечательный писатель. Я могу ему помочь. А другие ребята, им очень трудно. И если учитель, и в игровой форме будет с ребятами заниматься, опять зависит от учителя. А второй язык еще никого не сделал беднее. Он обогащает мир, потому что язык это тоже образ, образность. Коми-язык очень образный, очень красивый. И учить его надо, и тем более надо учить этнографию. Этнографию, то есть вот традиции коми-народа, кухню коми-народа, историю. Я же написала книжку с Наташей Макаровой «Дети древней земли». Она же пользуется, она на ура идет. Вы не видели эту книжку? Нет, нам нужно будет ознакомиться. Она такая красивая, она, во-первых, большая. Там я писала повесть, а Наташа Макарова, журналист, она писала этнографию. Этнография, история, там язык, там даже такое, как животные говорят на коме. Потому что животные на коме, оказывается, совсем по-другому говорят, чем по-русски. Очень такая книжка, она и полезная, она и развивающая, она и развлекающая. Елена Васильевна, вот на этом вынуждена вас сегодня уже прервать. Надеюсь, слушатели, все те произведения, которые вы услышали, я советую прочитать, потому что читала сама, когда была ребенком, советую почитать их вашим детям. Дарья Табузлива была в студии, в гостях у меня сегодня была лауреат премии Грина, детский писатель Елена Габова. До встречи вам, удачи в дальнейшей вашей писательской деятельности. Спасибо большое, но после Гришуни Лохматик и Вареной сосульки у меня появилось очень-очень-очень много книг, которые печатались в Москве в издательствах Аквилегия и Эксму. Читайте. Читайте. Спасибо.